Шахматы и гимнастика для ума, говорил Михаил Ботвинник, шестой в истории шахмат и первый советский чемпион мира. Действительно, обучаясь тонкостям игры, юноши и девушки развивают аналитическое мышление. Ни в какой другой игре, спорте или науке невозможно найти того многообразия задач, что будут поставлены перед человеком. Молодые люди нашего города не боятся таких трудностей, поэтому в минувшую пятницу в Фурмановском техническом колледже прошел муниципальный этап всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья». Шахматы – это прежде всего игра, дети любят играть, но в данном виде спорта шахматы их привлекают прежде всего. Они принимают самостоятельные решения, логически какую-то комбинацию хотят провести, логически завершают эту комбинацию, взять им фигуру или мата. Третья, седьмая, десятая Иванковская школы представили своих самых смышленых и внимательных ребят. 2009 год и младше. Такая возрастная категория была заявлена в положении соревнований. Но можно заметить, что особый интерес шахматы вызывают и у совсем маленьких участников. Турнир проходил по круговой системе и перемены цвета с белого на черный. Скажем, что сути соревнований уже смогли выделить лучших игроков. Одним из них стал ученик школы номер 7 Алексей Осипов. Второе место на ЦФО. Был чемпионом власти один раз. В этом году мне повезло чуть-чуть по классике. Шахматы – это очень интеллектуальная игра, она мне очень нравится. Меня в шахматы приделал мой папа, так же, как и мою сестру. По итогам турнира в командном первенстве первое место – школа номер 7, второе – школа номер 10, и третье – у школы номер 3. Также лучшими шахматистами стали Алексей Осипов и Андрей Любимов – седьмая школа, Виктор Хуртов и Екатерина Рогозина – третья школа. После муниципального этапа лучшие команды представят Фурмановский район в апреле на областных соревнованиях в городе Иваново.